Девушки, чуть позже прогуляйтесь с Чэнь-Тяньем, хорошо? Чего это вы смеётесь? Кто сказал, что только девушки хороши? Я ведь тоже высокий, красивый и обаятельный. Пусть Чэнь-Тянь тоже переоденется. Выйдем все вместе. Испугался? Шутишь? Для меня не существует слова «страх». Помнится, в Хуайджу я всегда был за главного. Помнишь? Да-да, пройдись-ка один. Хочу посмотреть на твою походку. Смотри внимательно. Слишком большие шаги. Втяни живот и держись в таком положении. Почему ты так ходишь? Ничона. Продолжай. Вот что я думаю. У нас есть несколько мужских нарядов. Если только Чэнь-Тянь будет выступать моделью, это не покажет нашу многогранность. Вообще-то я тоже тот тип мужчины, которым упоминал Чэнь-Тянь. Красивый и обаятельный, разве нет? Дядя, только не говорите мне. Да. Я хочу выйти вместе с Чэнь-Тянь. Что за глупая идея? Хочешь выйти и опозориться, да? Почему опозориться? Даже Чэнь-Тянь участвует. Дядя, вот не надо. Как вас можно сравнивать? Вот-вот. А чем я отличаюсь от него? Чэнь-Тянь, приглашения уже разосланы? Я отправил те, что предназначались госпожам и замужним женщинам, остальные раздал на рынке. Интересно, придёт ли кто-то? Даже ради одного человека мы должны выложиться по полной. Верно? Что насчёт места? Вы уже нашли подходящее? Узнаете, когда придёт время. Тётя, не волнуйтесь, я всё сделаю как надо. Как мне не переживать? Мы вдруг устраиваем такое важное мероприятие, если что-то пойдёт не так, это станет позором. Хватит переживать по пустякам. Ты до сих пор не доверяешь Ничан? Ничан, она говорит, справимся, значит так и будет, верно же? А если не выйдет и мы опозоримся, не такое уж большое дело. Это доказывает, что наша семья не боится бросить вызов. Верно, Ничан? Спасибо, дядя. Дядя у нас самый рассудительный. Рассудительный? Проблем захотелось? Девочки, вы ещё не поели? Смотрите, тётя, дядя. Ну, как моя походка. Теперь слишком мелкие шаги. Смешно. Где моя тряпка? Так, продолжай. Она действительно устраивает выставку? Да. Они даже приглашение разослали. Интересно, как они это устроят? Мне стыдно лишь от одной мысли об этом. У неё нет ни родителей, ни семьи. Конечно, она просто не понимает, что... Так не стоит делать. Пусть ставит себя в неловкое положение. Но проблема в том, что девушки согласились ей помочь. Что ты сказала? Кто согласился? Соседские девушки. Они собрались на заднем дворе семьи фан. Учится, как ходить и поворачиваться тоже. Как размахивать рукавом, а кокетливо улыбаться. Безобразие. Просто неслыханно. Зачем приличным девушкам делать нечто подобное? Поверить не могу, что Ничан додумалась до подобного. Сколько там людей? Пять. Все стремятся ей помочь. Знаешь, из каких семей эти девушки? Да. Они все из маленьких, бедных семей. Они ничего не знают о жизни. Давай поступим так. Я подготовлю приглашение. Позови их завтра сюда. Приготовь для каждой подарок. Кроме того, убедись, что сладости будут лучшими. Понимаю, с почтенной репутацией семьи Су, они не посмеют отказаться от приглашения. Госпожа Ли и господин Ли, добро пожаловать. Здравствуйте. Вы сегодня так прекрасны, госпожа Ли. Госпожа Хуан, здравствуйте. Госпожа, осторожно. Прошу сюда. Госпожа, господин, присаживайтесь. Вид отсюда прекрасный. Сюда. Хуан Суи Цу из павильона Фан Сян. Ли Лан Сян из ресторана Чин Сян. Фиолетовое шелковое платье из магазина семьи Су. Традиционное шелковое платье из лавки семьи Фан. Вот сладости и чай. Угощайтесь. Господа, подождите здесь. Можете попробовать десерты. Можете попробовать десерты. Ни Чан, как ты нашла это место? Это сердце города с прекрасным видом. Знатные молодые люди любят проводить здесь время. Мне пришлось похлопотать. Госпожа Чен, вы тоже пришли? А господин Чен, он не придет. Заходите, внутри очень просторно. Проходите. А вот и вы, заходите. Я готов. Ни Чан, Ни Чан, что случилось? Они... Они не пришли. О чем это ты? Кто не пришел? Приближается назначенное время, но ни одна из девушек не явилась. Поэтому я попросила кое-кого сходить за ними. Но столкнулась с одной из них. Она пришла сказать, что их семьи запретили им участвовать в подобном. Поэтому они сегодня не пришли. Они не придут. Что нам делать? Мы скоро должны начать. Я же говорила вам. Не надо было это затевать. Хватит язвить. Нам нужно срочно придумать решение проблемы. Какое? Пять девушек не упадут к нам на голову. Не кричи. Давайте просто завершим всё. Я скажу всем правду. Тётя, тётя, нет. Давайте все вместе просто подумаем, ладно? Да о чём тут можно думать? Если сейчас всё не закончить, потом нам придётся грязнеть. Дядя, вы случайно не знаете Цан Цзюн Си? Цан Цзюн Си? Что это такое? Юмористическое представление. Дядя вчера нам это показывал. Ладно, значит мы с Чин Тяном разыграем представление. Я не знаю, как это делается. Ты всё быстро поймёшь, это пустяки. Всё очень просто, нам нужно лишь сказать пару слов. Это неправильно. Все будут просто смеяться. Пусть смеются, ради своего дела я готов стать посмешищем. Ничан, решено. Хорошо. Дядя, вы с Чин Тянем выйдите на сцену и потянете время как можно дольше. Юань Цзюн, мы с тобой пойдём за девушками. Их нужно привезти, несмотря ни на что. Тётя, на вас всё остальное. Поспешим. Пойдём, будем учить. Ничего сложного, лишь пара слов. Ты быстро всё выучишь. Мы ждём так долго. Да, до начала нашей выставки у нас кое-что приготовлено для вас. Мы вместе с главой семьи Фан устроим для вас небольшое представление. Хотим немного оживить атмосферу и поднять вам всем настроение. Ну что, вы согласны? Да! Тогда пригласим господина Фан на сцену. Господин, чего это у вас такой большой живот? Потому что я люблю покушать. Господин, а чего это у вас такая толстая талия? Потому что мой кошелёк забит монетами. Есть кто дома? Гуйсян! 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 Ничан! Ну что? Я обошла большинство мест. Либо не открывают. Думаешь, кто-то вставляет нам палки в колёса? Давай не будем об этом. Продолжим поиски. Побежали туда. Слишком быстро? Господин! Что вы делаете? Ты уже говорила. Ты скажи что-нибудь новое. Да, скажи что-нибудь. Новое! Скажи что-нибудь. Меняйте. Покажите новенькое. Ну скажите другое. Меняйте. Идите отсюда. Господин, чего у вас такая толстая талия? Это всё деньги на дорожные расходы. Господин, на ваши тарелки. Идите отсюда. Стыдобище. Вон со сцены. Вы два позорища. Ну что, вы нашли людей? Отменяем. Мы правда всё отменим? Не стоит. Вы столько сил в это вложили. Как можно так легко опускать руки? Подойдут ли вам девушки, которых я привёл? Это же верно. Мы танцовщицы из башни Тян-Сян. Но мы продаём только наш талант, а не тела. Сейчас я их наставница и привела их сюда сегодня. Потому что господин Су попросил. В то же время я хочу как-то отблагодарить барышню Ничан. Спасибо за помощь, барышня Ярун. Я очень вам благодарна. Скорее переодевайтесь. Девочки, сюда, пожалуйста. Скорее, идём переодеваться? Скорее, можете сесть здесь? Скорее, давайте. Сюда, прошу. Откройте крышки для девушек. Это одежда нашей наставницы. Пожалуйста, я положу здесь. Дай-ка. Вот так. Есть розовые румяна? Вот здесь. Что происходит? Я уже устала ждать, и я тоже. Мы ждём уже полдня здесь. Друзья, пожалуйста, успокойтесь. Возникла небольшая проблема. Но сейчас девушки готовятся. Подождите ещё минутку. Наша выставка скоро начнётся. Очень скоро. Серьги. Вот. Это сюда. Мы найдём для вас другое. Покосилась. Подождите, девушки. Когда выйдете на сцену, будьте естественны. Пройдитесь так, как вы ходите обычно. Но подчеркните особенности своего наряда. Понятно? Понятно. Вы двое. Это обязательно? Не тяни время. Вперёд. Барышня, плохие новости. К чему такая паника? Что случилось? Выставка началась. Все девушки здесь. Где она взяла новых? Это... Танцовщица из башни Дяньцзян. Что? Танцовщица? Она заполнила это место танцорами? Да. Но там сейчас очень оживлённо. Людей стало ещё больше. Яблоку негде упасть. Насколько там оживлённо? Как там атмосфера? Там всё очень красиво. Я хочу увидеть это. Пошли. Да, пошли. Я... Только что вспомнила. Мама наказала мне постирать одежду, а я забыла. Сестрица Вэнсю, мне нужно идти. У нас тоже есть дела важные, мы тоже уходим. Нам тоже нужно выполнить кое-какие поручения. Мы побежали. Как же... Вы... Мы тоже должны посмотреть. Выглядишь прекрасно, очень красиво. Серьги. Держи. Красота. Ух ты. Прекрасно. Чудесно. Отлично. Как красиво. Этот фасон отличается от тех, что предлагается на центральных равнинах. Никогда такого не видела. şurАОООО. КОНЕЦ. 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 Хорошо. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Разве это не девушки из башни Тян-Сян? Что, танцовщицы из башни Тян-Сян? Как они могли пригласить их? Боюсь, эти люди запачкают наши глаза и уши, это никуда не годится Я больше не буду смотреть Уходим Уходим Ничан, что нам делать? Это будет смотреться ещё лучше Сестрица, на тебе самый великолепный наряд Держи подбородок высоко Будешь выглядеть достойно Хорошо Ничан, почему застыло? Надевай серьги Вон той девушке тоже нужно помочь с одеждой Давай Держи подбородок высоко Красота Как изысканно Какой оттенок зелёного Чудесно Это просто великолепно Красота Как прекрасно Невероятно Красота Разве это не победительница конкурса танцовщиц Ярун? Да, это она Она и впрямь небесная фея Даже перья на её плечах развиваются Она невероятно Прекрасна Прошу любить и жаловать изготовителя этой одежды Ничан 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 Спасибо всем, кто пришёл к нам сегодня Я рада видеть вас всех Благодаря вам мы успешно завершили выставку Хорошо Ничан Ничан Молодец Здорово Умница Да Отличная работа Супер Зачем ты идёшь в дом тёщи? Потому что хочу просить руки её дочери Ты ведь такой старый, почему до сих пор не женился? Потому что я люблю покушать Вот ещё Я разберусь, не переживай Тётя Сколько заказов мы сегодня получили? Очень много, Ничан После выполнения этих заказов у нас еды хватит на целый год Ничан Разве тётя не похожа сейчас на скреку? Интересно, а кто всю дорогу был против этого мероприятия? Вот именно Теперь у тебя есть что-то против неё Эй, ты с фамилией Фан, подойди-ка Ничего не знаю Теперь, когда мы заручились хорошей репутацией, нужно также улучшить мастерство Юан Сян У тебя будет больше работы Не переживай, мне ничего не страшно У нас появилась ещё одна скряга Что в этом такого? За свой грош Везде хорош Юан Сян Очень хотел Но ты всё забираешь, бабуля За тобой нужен глаз да глаз Иначе ты просто растрачишь всё в пустую Кто знает, может кто-то зарабатывает деньги ради обжорства Я... Ничан, можешь быть судьей? Меня даже не спрашивайте Когда это я обжиралась? Ты разве не поправилась? Разве не уминала куриные ножки вчера? Поздравляю Сегодняшняя выставка одежды прошла успешно Господин Су Господин Су Господин Су Здесь, если бы не вы, наше мероприятие было бы испорчено Тётя, не стоит меня благодарить Вы помогли нам со многими вещами и достойны благодарности Тогда как? Ты планируешь меня отблагодарить? Чинь-цянь, пойдём во двор, уберём ткань Но она ещё не отглажена, зачем нам её переносить? Ты что, не понимаешь? Одолжен? Объясни-ка, что я не понял? Дорогая, а я всё прекрасно понимаю Почему они ушли? Точно Мы пошили очень много мужской одежды Господин Су, можете выбрать любое, я вам его подарю Как вам? Наша семья шлёт одежду поколениями, я не нуждаюсь в этом Тогда чего вы хотите? Хочу, чтобы ты пошла со мной любоваться камелиями Подожди-ка, тебе нравятся камелии? Я знаю чудесный парк, в котором цветут камелии Там очень красиво Правда? Я ходил туда, но они пока ещё не открылись Но это не важно Через 10 дней там состоится банкет, почему бы нам не пойти вместе? Банкет? Там будет оживлённо Значит, договорились? Через 10 дней буду ждать тебя здесь Приходи, а то пожалеешь Хорошо, до встречи Я ждал очень долгое исполнение этого обещания Хорошо, пойдём тогда Тогда договорились? Ваше высочество, я не ожидал, что лавка фан так быстро откроется Я знал, что госпожа Ничан так легко не сдастся Ваше высочество, вам так не терпится вернуться домой Не волнуйтесь, осталось всего пару часов, и мы будем в столице Мне пришла в голову мысль, может стоит взять в следующий раз Сяо Цинь вместо тебя? Нет, нет, ваше высочество, что я сделал не так? Что такое? Ты чересчур болтлив Ах да Как дела с тем, что я тебе поручил? А ваше высочество, будьте спокойны Я отправил кое-кого в столицу пару дней назад Сказал Сяо Цинь привести сад в порядок Построим, как же это, ярмарку к камелии Какая ещё ярмарка? Ужасно бульгарное название Я лишь попросил вас убрать саду Приглашу кое-кого полюбоваться цветами Ваше высочество, если я правильно понимаю Вашим гостем будет госпожа Ничан, так? Она здесь Эти цвета и ткань, такие, какими их я представляла У нас остались лишние куски Мы знали, что у вас есть дочь, поэтому решили пошить для неё такой же наряд Мне очень нравится Выглядит прекрасно, правда? Красиво? Прекрасно! Вам всё понравилось? Тогда внесите за лоб, если хотите такое же Большое спасибо! Мы обязательно придём в следующий раз Раз вам понравилось, позвольте вас проводить Спасибо! До свидания! Так, сначала вы Что привело вас? Пришёл посмотреть, как вы ведёте свои дела И набраться опыта Вы намного опытнее нас, о чём это вы? Пусть магазин нашей семьи существует столетия Но мы уступаем вам в новаторских идеях Кто кроме тебя мог додуматься? Сшить для матери и дочери одинаковые платья Помимо матерей и дочерей, мы шьём парную одежду для сестёр, братьев и парочек А как клиенту нравится, я бесконечно буду придумывать что-то новенькое Ты просто гений, я восхищаюсь тобой Но принимая заказы днём, тебе приходится шить их по ночам Боюсь, скоро твоё тело может не выдержать Без дела скучаю, когда полно работы, смертельно устаю Но мне по душе смертельная усталость О чём ты говоришь? Я пришёл сказать кое-что ещё Держи Что это? Вы снимаете мерки с каждого клиента Потом рисуете эскиз снаряда, показываете клиенту, корректируете и снова перерисовываете Шьёте, когда клиент будет доволен Разве это не хлопотно? Поэтому я принёс сюда все созданные тобой до этого эскизы Чтобы сразу предлагать варианты клиентам Это сэкономит ваше время и вы будете меньше уставать Вы перерисовали сюда все мои предыдущие эскизы? У меня было столько вариантов, как долго вы это делали? Твоя одежда нравится многим людям Когда появятся новые эскизы, можешь заносить их сюда в свободное время Управляющий Сяу Дела в последнее время всё хуже и хуже Что происходит? С тех пор, как Лавка Фан устроила представление с демонстрацией своих изделий Они приобрели значительную известность Все соседи о них знают Они у многих увели клиентов Если дела плохи, это твоя проблема Господин, мы выполняем свой долг Кто же знал, что у этой девчонки не чан Столько странных идей И что удивительно, людям это нравится Мы не можем её переплюнуть Кажется, я недооценил эту незнакомую девушку Господин Если так продолжится Она тяпает у нас бизнес в столице Поторопитесь и придумайте что-нибудь Что я тебе придумаю? Хочешь, чтобы я угнетал маленькую девчонку? Вы, как крупнейший купец в столице, не можете действовать напрямую Госпожа Вэнсю У тебя есть идеи? Поведай нам о них Если вы все готовы, то это дело другое Не волнуйтесь, дядя, и позвольте мне решить эту проблему Лавка Фан привлекла клиентов дешёвой и аляповатой одеждой Мы можем это стереть Теперь же они наняли танцовщиц, чтобы повысить свой престиж Тем самым оскверни в столицу Это нельзя так просто оставить Вэнсю Твоё желание разделить со мной все эти тяготы похвально Я не обладаю большим талантом Мне приходилось прикладывать много усилий во время учёбы Кстати, дядя По поводу жуэлиновой нити, о которой вы спрашивали Отец прислал письмо и сказал, что отыскал её Её отправят в столицу немедленно Правда? Жуэлиновая нить делается сложной техникой Стоимость высока, это редкий товар Не ожидал, что твой отец может мне помочь Бизнес семьи Су, это бизнес семьи Янь Нужно стараться изо всех сил Вэнсю, ты умна и сообразительна Учитывая сложившуюся ситуацию, я рад, что ты на моей стороне Я польщена, дядя Эта цитра хороша Что ты делаешь? Я просто тронул Это любимая цитра его величества Ты такой неуклюжий, вдруг сломаешь? Я... Но эта цитра... Не доставалась довольно долгое время Кого он пригласил? Приложил столько усилий? Это... Я тебе не скажу Ты... Сяулу Ну, пожалуйста Расскажи Позволь сыграть Это возлюбленное его высочество Возлюбленное? Та, о которой ты рассказывал Не кричи Разве не знаешь нашего принца? Если ему кто-то нравится Он никогда в этом не признается Но я всё вижу Насколько же эта девушка красива Заставила принца Думать о ней Увидишь, когда она сюда придёт? Ах да, где его высочество? Ушёл и ранним утром сказал Хочет лично пригласить гостя Он... Специально ничего мне не сказал Не хотел, чтобы я ему помешал Всё из-за твоей назойливости Йо Идём Сегодня в саду Инчунь Проходит конкурс По отгадыванию загадок Давненько я не чувствовала себя Так беззаботно Верно С тех пор, как ты покинула столицу Мне часто снилось, как мы разгадываем загадки Ты всегда побеждала и счастливо смеялась Пойдём Разберёмся с этими загадками Вот они Давай-ка посмотрим Хорошо Земля Земля Вон там их больше Пойдём туда Хорошо Понял, я знаю ответ Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь У меня на одну больше Я победила Ни Надеюсь, в будущем ты всегда будешь такой же радостной, как сегодня Я всегда буду рядом Если ты счастлива, то и я тоже Если ты будешь несчастна, мне будет очень грустно Я не хочу тебя потерять Господин Су, пожалуйста, сдерживайте свои порывы Ни Если хочешь мне отказать Скажу сразу, я не сдамся Чем больше ты мне отказываешь Тем настойчивее я стану Откажешь мне сотню раз Я буду пытаться тысячу Господин Су Ни Можешь ничего не говорить Мы пригласили вас сегодня по важному вопросу Это касается серьёзной проблемы в торговом промысле Я бы хотела с вами посоветоваться по поводу одного дела Госпожа, можете говорить, мы вас выслушаем Господа, вы слышали о барышне Ничан из лавки Фан? Госпожа Ничан? Ничан? Это ведь она провела выставку одежды несколько дней назад Верно, это она Верно Как вы думаете Устроенная ей выставка Повлияла на наш промысел? Слышал, там было оживлённо И гости остались довольны Кроме того, прибыль лавки возросла в семь или восемь раз Да, точно Вы же осознаёте, что у вас всех Просто-напросто отбивает ваш хлеб Правда, это верно В столице изначально промысел развивался согласно установленным нормам У каждого из нас были свои преимущества Но с приходом Ничан всё изменилось Все торговые точки понесли убытки Это определённо недобрый знак В наших проблемах виновата лавка фан В этом году мои доходы очень скудны Если так и продолжится Что прикажете делать? Да Дядя, присядьте Если они зарабатывают, основываясь на своём мастерстве На это можно закрыть глаза Но они пригласили танцовщиц на свою выставку Если мы и дальше будем позволять им делать всё, что вздумается Пострадает репутация всех Как люди, работающие в одной отрасли Можем ли мы смириться с этим? Госпожа Винсю права Давайте пригласим господина Су И подумаем над решением проблемы Да, верно Нужно пригласить его Мы должны спасти торговый промысел И искоренить всю грязь Кроме того, господин Су Глава торгового совета Участие такого авторитетного человека необходимо Нужно сейчас же поговорить об этом с ним Правильно Пойдёмте, господин Су Идёмте Да, идём Стой Что случилось в неё? Зачем все эти люди пошли к моему дяде? Ты говоришь о дяде Джо и остальных? Я всего лишь поприветствовала Их ничего особенного Какие тайны ты скрываешь? А при чём тут я вообще? В последнее время ты совсем не в духе Прикидываешься дурочкой? Что ты собралась сделать с Ничан После того, как спровоцировала тех людей? У тебя нет доказательств Хатит, говорит Чепухо Они ничего не сделали И что я, молодая девушка, могу предпринять? Знаю, что я тебе надоела И ты хочешь от меня избавиться Как жаль, что всем остальным здесь я очень нравлюсь Ты ослеплён, Ничан И я даже не виню тебя за это Потому что однажды ты поймёшь Что всё это было Ради семьи Су Что нам делать? Его высочество провёл здесь целый день Не пьёт и не ест Как он вообще держится? Где же его возлюбленная? Она что? Не пришла? Смотри, сколько у тебя вопросов Нашла кого спрашивать Если не боишься гнева его высочества Вперёд из песни Забудьте Откуда вам знать, что творится на сердце у молодой девушки? Мне неинтересны другие Если захочу знать, обязательно это сделаю Ему вскружили голову Но прямо сейчас наш принц Выглядит таким красивым Это господин Жан Ага Второй глава семьи Су прислал мне Приглашение в их поместье Может, молодой господин Су хочет Сделать тебе предложение? Не говори глупостей Это невозможно Не может быть Перед тем, как просить чьей-то руки Нужно обсудить это со старшими Попросить Ничан туда прийти Это против традиций Раз уж Всё так сложилось И ты получила это приглашение Почему бы не сходить И не узнать, в чём дело? Не ходи Ничан Это ловушка Всё это подстроено Винсю Тебе нельзя туда идти Винсю? В день вашей выставки Я попросил Яру на помощи Кто мог подумать, что Винсю использует это Чтобы спровоцировать старейшин торгового совета Пойти против вас Ничан Не нужно туда ходить Их беспокоит участие Яру? Очевидно же, они завидуют нашему успеху Что они собираются делать с Ничан? Я тоже не знаю Нужно избегать подобного риска Нет Раз приглашение уже получено И его отправителем был старейшина Я не могу отказаться Наши дела идут в гору Это нанесло ущерб интересам других Естественно, им это не нравится Это должно было случиться Почему я должна прятаться? Но такая слабая женщина собирается противостоять им? Они могут навредить Кто сказал, что женщины слабые? Я женщина, но вовсе не слабая Ничан Его высочество до сих пор не проснулся Эй, Сяо Цинь Его высочество ещё не встал? Свечи горели всю ночь Похоже, он бодрствовал до рассвета Бедный наш принц страдает от любовной тоски Неужели эта барышня настолько очаровательна? Что за девушка заставила его высочество так мучиться? В любом случае, наш принц теперь плохо соображает Думаю, это неизлечимо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok